Олимпиаду среди студентов строительных специальностей в ТГТУ проводят уже десятый год подряд. В этот раз в ней участвуют несколько десятков студентов третьих и четвертых курсов. Первые четыре места станут победителями и будут в течение семестра получать специальную стипендию размером 10 тысяч рублей. Маргарита – будущий проектировщик здания. Она несколько раз принимала участие в подобных олимпиадах. Дважды становилась победителем и один раз призером. К этому испытанию тщательно готовилась. Ну, во-первых, надо ходить на занятия. И не просто ходить, а понимать то, что тебе объясняют, и потом закреплять дома. То есть это не просто работа на уроки и все. Это еще обязательно домашняя работа. Олимпиада состоит из двух частей. В первой студентам нужно решить задачи по строительной механике, а во второй показать знания истории Тамбова и его различных зданий. На все это отводится примерно два часа, допуская до испытания только тех старшекусников, которые не имеют троек в зачетке. Каждый семестр наши студенты получают возможность выиграть этот грант, такую стипендиальную поддержку от профильных организаций строительных, которым мы очень благодарны. И вот это постоянное присутствие будущих их работодателей, их реальная финансовая поддержка и их внимание именно специальным дисциплинам, которые им нужны потом в будущем в профессиональной деятельности, это самая серьезная мотивация для студентов. Стипендию размером в 10 тысяч рублей для победителей Олимпиады утвердили буквально на днях. До этого сумма не превышала 4 тысяч. Более чем двукратный рост произошел благодаря сотрудничеству с предприятиями строительной индустрии. Его осуществляют уже 10 лет, а в этом году к соглашению присоединились еще ряд организаций. Именно эти структуры выделили деньги на стипендии победителям. Кроме профильных вопросов, которые касаются именно строительства и архитектуры, еще там есть вопросы по истории Тамбовского края, что немаловажно. Поэтому здесь тоже присутствует нотка и патриотического воспитания наших студентов. Конечно, уровень значительно растет. Я думаю, что с сегодняшнего дня он должен повыситься, потому что и стипендия возросла с 4 до 10 тысяч. Я думаю, есть за что бороться. В числе победителей и в этот раз оказалась Маргарита Хулина. Наградой девушки будет именная стипендия. В дальнейшем она сможет пройти практику на тамбовских предприятиях. Ну а если проявить себя, в будущем получит шанс устроиться на хорошую работу по специальности. Дмитрий Шапкин, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей.